Всем привет! В этом видео я поделюсь с вами фишками, секретами или хитростями YouTube. Называйте, как вам будет удобнее. Этим сервисом для просмотра видео так или иначе пользуются все. Многие и не подозревают, что он умеет немного больше, чем просто показывать видео. Я собрал несколько очень простых и интересных опций YouTube, о которых вы могли не знать. Поехали! И заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Чтобы вас заинтриговать, начну с одной из наиболее интересных фишек. Как просмотреть ролик YouTube на компьютере поверх всех окон, то есть отдельно от браузера. Для этого вам потребуется браузер Chrome. Перейдите с его помощью в интернет-магазин Chrome и установите расширение Floating for YouTube Extension. В результате в панели браузера появится значок расширения. Чтобы смотреть видео поверх других окон, откройте его в YouTube и кликните по значку расширения в браузере или в меню воспроизведения видео. Все, нужное видео запустилось. Его можно перетащить в любое место экрана, увеличить или уменьшить окно. Горячие клавиши YouTube. Куда же без них? Часто на компьютере намного быстрее и удобнее пользоваться клавиатурой, чем мыши. Нажмите английский OK или пробел для паузы или стартового произведения. Клавиша J или стрелка влево – это перемотка видео на 10 секунд назад. Клавиша L или стрелка вправо – перемотка на 10 секунд вперед. Для перемотки видео на смартфоне или планшете кликните по нем дважды на той стороне, в которую нужно перемотать. Клавиша M – выключить звук. Стрелки вверх-вниз – увеличить или уменьшить громкость воспроизведения. Цифра 0 или клавиша Home – перейти в начало видео. Цифры от 1 до 9 перепрыгнуть на 10, 20 или 90% ролика. End – перейти в конец видео. F – перейти в полноэкранный режим и обратно. Выйти из полноэкранного режима можно также с помощью клавиши Escape. F – включить проигрыватель в уменьшенном размере. F – чтобы вернуться обратно, кликните по видео. F – когда включены субтитры, нажмите плюс, чтобы увеличить шрифт. F – или минус, чтобы уменьшить. F – нажимайте плюс и минус на цифровой строке, а не numpad. F – я думаю, вам приходилось видеть гиф анимации. F – так вот, из видео в YouTube можно сделать такую гифку. F – как это делается? F – просто добавьте гиф перед ссылкой на видео в YouTube и нажмите Enter. F – вот так. F – в результате вы переместитесь на гиф YouTube, где сможете установить длину гифки и добавить заголовок. F – нажмите Create GIF и сохраните ее себе на ПК. F – вас раздражает постоянная реклама в YouTube, от нее можно легко избавиться. Есть разные способы, но самый простой и удобный на данный момент – это расширение блокировщики рекламы. Самый распространенный из них – это AdBlock, у которого есть версии расширений для всех популярных браузеров. Процесс установки прост, а блокировка начинает работать автоматически сразу после того, как расширение будет установлено. Скачайте и установите его из интернет-магазина расширений для вашего браузера. И пусть навязчивая реклама вас больше не беспокоит. Если вы активный пользователь YouTube, лайкайте видео, сохраняйте плейлисты и подписывайтесь на каналы, то все эти данные будут доступны и другим пользователям. Чтобы другие пользователи не имели доступа к этой информации, и она не отображалась в вашем аккаунте, перейдите в его настройки. История и конфиденциальность. И отметьте галочками информацию, которую необходимо скрыть. В YouTube есть функция «Посмотреть позже». Если вы увидели в YouTube ролик, который хотели бы посмотреть, но в данный момент у вас нет такой возможности, то его можно сохранить в специальный список «Посмотреть позже». Для этого под таким роликом нажмите «Сохранить» и поставьте галочку напротив «Посмотреть позже». Все отмеченные таким образом ролики сохраняются в отдельном пункте меню вашего аккаунта, и вы сможете их посмотреть в любое удобное время и с любого устройства. В YouTube есть хорошо развитое меню «История», в котором хранится вся история просмотров пользователя и его поисковых запросов. Если вам нужно просмотреть увиденный ранний ролик, и вы его не сохранили в список «Посмотреть позже», то его можно найти в меню «История». Выберите меню «История просмотра» и YouTube отобразит в хронологическом порядке все просматриваемые вами ранние ролики, тоже и с историей поиска и комментариями. Отдельно вынесено меню «Понравившиеся», в котором можно увидеть видео, которые лайкались с текущего аккаунта. Как поделиться видео с YouTube? Я думаю, что многие знают, как поделиться видео с YouTube, но делают это, просто скопировав ссылку на него из браузера. Но в самом интерфейсе сервиса для этого есть специальное меню с названием «Поделиться», которое присутствует под каждым роликом без исключения. Перейдите в него, и вам будет доступна короткая ссылка на ролик. Но кроме этого, вы сможете поделиться роликом с началом его воспроизведения с определенного времени. Просто поставьте галочку напротив соответствующего пункта. Время можно установить как вручную, так и переведя курсор воспроизведения самого видео в нужное место. Здесь можно получить ссылку на ролик для того, чтобы встроить его на другой сайт, отправить его личным сообщением своим контактам или прямо в одну из предлагаемых социальных сетей. Если вы не знали, то в YouTube есть отдельные сервисы YouTube-фильмы и YouTube-мюзик. Чтобы попасть в YouTube-мюзик, перейдите в соответствующее меню в консоли сервиса. YouTube-мюзик – это YouTube с сугубо музыкальным контентом. Здесь только то, что касается музыки в YouTube. Музыка на любой вкус, видеоклипы высокого качества, очень удобные списки воспроизведения, очень удобная функция просмотра и прослушивания. В библиотеке хранится ваша история в сервисе, а также ваши или сохраненные музыкальные плейлисты, понравившиеся музыкальные клипы и исполнители, на которых вы подписаны. Сервис YouTube-фильмы расположен в основном меню. Здесь очень большое количество фильмов, но на данный момент они все платные и доступны для просмотра только на английском языке. А перейдя к какому-то фильму, вы можете просмотреть его официальный трейлер. И еще одна интересная функция YouTube – оптимизированный под TV-интерфейс сервиса. Перейти к нему можно по адресу youtube.com.linback. Ссылка на него будет в описании. Это вариант интерфейса, который оптимизирован для телевизора, с крупными кнопками и минимумом элементов. Управление удобнее производить стрелками клавиатуры. Как выделить написанный под видео комментарий жирным или написать его курсивом? Да, вы все правильно поняли. Комментарий, который вы пишете под видео в YouTube, можно выделять. Чтобы текст комментария был жирным, поставьте в начале и в конце текста, который нужно выделить, снежинки. А если нужно написать курсивом, поставьте с обеих сторон значки нижнего подчеркивания. Выглядит действительно прикольно. Попробуйте под этим видео. Видео в 360 градусов в YouTube. В YouTube уже давно можно смотреть видео, которое снято на камеру в 360 градусов. Как это сделать? Найдите в YouTube ролик, отснятый таким образом, набрав в поиске 360. И во время его воспроизведения цепляйте его левой кнопкой мыши и крутите в нужную сторону. На мобильных устройствах такое видео можно крутить касанием пальца. Если вы следите за каким-то каналом и регулярно просматриваете ролики с него, то нажмите возле кнопки «Вы подписаны» на значок в виде колокольчика. Теперь вам будут приходить сообщения о выходе новых видео на данном канале и вы никогда не пропустите их. Они будут появляться в меню сообщения в интерфейсе для ПК и приходить как пуш на синхронизированные мобильные устройства. Очень удобно. Так что жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео нашего канала. В YouTube, как и многих других сервисах и мобильных приложениях, есть свой мессенджер. Обратите внимание на значок в виде облака в панели сервиса. Кликните его и напишите сообщение вашим контактам. Или добавьте их, отправив им ссылку с приглашением. Аналогично функция работает и на мобильных устройствах. Выберите меню «Входящие», «Сообщения». Функция анонимного просмотра YouTube на мобильных устройствах. Как вы уже знаете, YouTube сохраняет историю просмотров пользователя аккаунта, а потом предлагает к просмотру видео аналогичные по тематике ранее просмотренным. Если вы не хотите, чтобы история действий сохранялась в вашем аккаунте YouTube, то вы можете разлогиниться из него. Но это неудобно. Для этого в настройках приложения для мобильных устройств есть функция «Отключить режим инкогнито». Выберите ее, и истории вашего серфинга по YouTube не будет сохраняться. Просмотрите нужный ролик или осуществите поиск и отключите эту функцию. На самом деле, интересных функций и фишек в YouTube очень много. Какие-то со временем перестают работать, появляются новые. О некоторых мы и не можем рассказать, так как сам YouTube нам может этого не простить. Но, надеюсь, описанные мною вам пригодятся. Если вы знаете еще какие-то интересные, то напишите о них в комментариях. Поделитесь ими с нашими подписчиками. На этом все. Ставьте под видео лайк и подписывайтесь на канал Hetman Software. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok